Ульяновский регион посетил председатель правления компании Т-Плюс Андрей Вагнер. Целей для визита оказалось несколько. Вместе с губернатором Сергеем Морозовым они обсудили текущее состояние дел, подвели итоги минувшего топительного сезона и составили план подготовки к зиме. Мы действительно применим порывов, применим замечаний, при максимуме усилий, чтобы не затянуть срок отключения. У нас все-таки было 8 отключений по городу за зиму, что в логике сравнения с какими-то другими городами, это совсем хорошая такая картинка. Пожалуй, ключевой темой встречи стала беседа, касающаяся внедрения в регион так называемой альтернативной котельной. Это не установка в привычном понимании, а новый механизм тарифообразования. Подобной формулой регулирования средней величины тарифа сегодня пользуются только на Алтайском крае. К запуску метода альткотельная планируют приступить с 2020 года. Механизм нацелен прежде всего уйти от годичного регулирования тарифов к голодосрочному. Мы договорились также до конца недели подписать дорожную карту по реализации этого механизма. Ну там есть юридические этапы, есть этапы административные, включая последний этап Минэнерго с его рассмотрением и так далее. И мы договорились, что собственно все документы и все подпишем. А, подпишем. Б, вот с подписанием той дорожной карты мы в принципе к сентябрю укладываемся в прохождение всей формальной официальной части, включая Минэнерго. Подготовка к новому отопительному сезону является одной из приоритетных задач, которую глава региона обозначил для всех муниципалитетов на минувшем аппаратном совещании. В этом году на апгрейд оборудования ульяновского филиала Т-Плюс выделено около 450 миллионов рублей. Эти средства в первую очередь пойдут на ремонт энергетического котла ТЭЦ-1 и водогрейный котлов ТЭЦ-2. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости ульяновской правды. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости ульяновской правды.